Всем привет! Я уже 2 года пользуюсь вот такой розеткой Cancun. Это умная розетка с управлением по Wi-Fi. И она мне очень и очень нравится. Розетка Cancun модель KK-SP3. Почему я решил записать это видео? Потому что я заметил, что практически все кто покупает такие розетки сталкиваются с проблемой её настройки. Между тем проблем тут никаких нету и розетка у нас отлично работает как в прямом подключении, так и через интернет. То есть этой розеткой можно управлять не только находясь дома у себя, в своей сети, либо же вообще без Wi-Fi, если у вас нет Wi-Fi, но также из любой точки мира. И давайте посмотрим. Когда вы покупаете эту розетку, вам нужно прежде всего выйти в Play Market. Вообще к ней идёт инструкция и там по QR-коду вы скачиваете приложение. Есть для iOS и также для Android. Ну вот если говорить об Android, набираем в поиске слово Cancun на английском и нам выходит вот это зелененькое приложение с иероглифами. Прямо в поиске. У меня оно уже установлено и нам нужно его просто запустить. Ну для начала мы включаем розетку. Горит у нас синий светодиод видно. И если у вас первое включение, то после этого он будет моргать. Если же он не заморгал, значит на 5 секунд нажимаем вот эту кнопку. Розетка у нас сбрасывается. То есть ждём ещё где-то секунд 20-25 и она выйдет в режим настройки и вот этот светодиод начнет моргать. Просто у меня эта розетка подключена. Давайте я сразу покажу как она работает. Запускаю приложение. Вот такое очень удобное приложение. Я могу включить розетку. Вот загорелся красный светодиод. Это значит что розетка включена. Могу также выключить. Есть ещё звуковое сопровождение. У меня сейчас звук отключен. Если я включу звук, то будет такое бульканье. Но у меня тут дети спят, поэтому я не буду сильно булькать. Вот ещё можно посмотреть. Думаю вот так будет видно. Включаю. Видите, питание у нас пошло. И отключаю. У нас это работает сейчас вот эта настройка через интернет. Это не прямое подключение. При прямом подключении вот этот синий светодиод у нас будет постоянно гореть. Ну давайте пока в этом подключении я вам расскажу о некоторых функциях. Значит этой розетки. Что мы здесь видим. Здесь мы можем изменить имя. Присвоить какой-то значок этой розетки. Дальше Smart Control. Очень классная фишка. В чём она заключается. Допустим нам показывает уровень заряда сейчас аккумулятора нашего телефона. Если мы подключим в эту розетку зарядное устройство. Подключим к телефону. Для начала надо включить саму розетку. Розетку можно включать как отсюда, так и вот этой кнопочкой. Вот этой кнопочкой мы можем её включить и можем выключить. Вот сейчас включена. Причём мы можем всегда проверить, находясь не дома, где-нибудь на работе, в поездке, где угодно, состояние этой самой розетки. Допустим вот сейчас она включена. Я вот выключаю кнопочкой. Но здесь в приложении мы видим как будто бы она включена. Нажимаем вот сюда на значок обновить. Она проверяет состояние. Видите, показывает, что она уже включена. Я могу включить её опять отсюда. Обновляем состояние и нам уже показывает, что она включена. При этом если мы её вот выключили с кнопки, а теперь нажимаем здесь на телефоне, то состояние нашей розетки не изменится. Она не включится. Команды на включение и отключение у неё разные. Вот я её опять включил. Так, выйдем Smart Control, на котором мы остановились. И вот нажимаем Charge Protection. Окей. Что это значит? Сейчас пошёл у нас заряд на телефон. И как только телефон полностью у нас зарядится, эта розетка выключится. Это очень классная штука, очень удобная, для которой я постоянно пользуюсь. Почему? Зачем держать блок питания? Телефон, подключенным постоянно к сети. Если она может автоматически отключить розетку и у нас блок питания отключается от сети. Очень здоровская фишка. Так, что у нас тут ещё по функциям? Ну естественно, есть таймеры. Вот с верхнего, тут мы можем добавить таймер, где мы можем задать, в какое время ей нужно будет включиться и в какое время ей нужно выключиться. Точно так же там устанавливаются дни недели. Один раз запускаться, либо повторять. И также есть просто таймер на отключение. Вот этим таймером на отключение я тоже постоянно пользуюсь. Эта розетка у меня стоит подключенная к роботу пылесосу, то есть к зарядному устройству, к базе. И когда робот пылесос туда заезжает, я знаю из инструкции, что ему для зарядки нужно 5 часов. Поэтому я вот в этом таймере устанавливаю 5 часов, чтобы через 5 часов розетка выключилась. И всё, я не переживаю, что там аккумуляторы перезарядятся, где-то что-то замкнёт, или ещё что-то случится. Я знаю, что через 5 часов эта розетка выключится. И аккумуляторы в моём роботе-пылесосе никогда не перезарядятся, и будут работать очень долго. До этого я её ставил и на роутер, куда угодно. Теперь, что касается настройки. Когда мы заходим вот сюда в настройки, мы видим вот надпись. Вот Direct Mode. Direct Mode это значит прямое подключение. То есть с этим подключением тут всё просто. Когда мы купили розетку и первое наше включение, мы выходим в настройки Wi-Fi и подключаемся к сети вот с этим названием OK или 0K SP3. Сеть у нас без пароля. Мы просто нажимаем подключиться и подключаемся смартфоном к этой сети. Эта сеть раздаёт вот эта розетка. Дальше мы нажимаем красную кнопку и у нас проходит процесс подключения. Синий светодиод начинает гореть постоянно. И мы управляем этой розеткой без каких-либо проблем. Но это подключение напрямую. То есть если допустим у вас дома нету Wi-Fi сети, то всё нормально. Вам нужно только это подключение и другое подключение вам не нужно. Но если у вас дома есть Wi-Fi сеть и даже если вам не нужно управлять этой розеткой через интернет, но вы пользуетесь дома Wi-Fi сетью своей, то чтобы управлять этой розеткой, вам нужно отключиться от своей Wi-Fi сети, подключиться к сети OKSP3 и только после этого вы сможете и управлять. То есть это очень неудобно. То есть включили выключили потом опять вам надо подключаться к своей домашней сети. И поэтому намного удобнее настроить ее таким образом, чтобы вот эта розетка управлялась просто через интернет. И вот с этим почему-то у многих очень у многих проблемы. Я так подозреваю, что наверно потому, что они подключают сначала вот эту конфигурацию Direct Mode. А потом не сбрасывая розетку, пытаются установить соединение с ней через интернет. Так конечно же ничего не получится. Для того, чтобы опять выйти в этот режим, настроить ее для работы через интернет, нужно ее опять сбросить. То есть на 5 секунд мы нажимаем эту кнопку. Розетка сбрасывается, начинает гореть светодиод, моргать. После этого, вот наверное здесь все и допускают ошибки. После того, как она начала моргать, нам нужно выйти в меню настройки Wi-Fi и вот здесь подключиться к сети OKSP3. То есть напрямую к этой розетке. Здесь у вас пропишется вот эта сеть 0KSP3. Вам нужно будет сюда кликнуть, стереть это название и записать имя своей сети. Своей Wi-Fi сети. При этом подключенным вы должны будете именно к SP3 сети. Прописываете имя, прописываете пароль и только после этого нажимаете кнопку сконфигурировать. Все у нас идет процесс конфигурирования и после этого мы сможем управлять уже этой розеткой, вот как я вам показываю сейчас, напрямую через интернет. Причем находясь абсолютно в любой стране мира. Допустим я сейчас подключен по Wi-Fi. Я могу отключить Wi-Fi. Вот я отключил свой Wi-Fi и я подключен теперь через мобильную сеть. И я могу спокойно уже через мобильную сеть управлять нашей розеткой. Видите, вот она выключилась опять. Вот я ее могу включить. Все. Никаких проблем с этим нет. Это очень и очень удобно. В принципе все. Вот такая вот нехитрая настройка. Здесь же смарт-контроллер. Мы видим еще верхнюю строчку. Это как бы усилитель Wi-Fi сигнала. То есть теоретически, когда мы ее включаем. Так как у нас внутри в принципе стоит полноценный роутер на Linux, он у нас включается как усилитель и должен усиливать вашу сеть. Но по факту я этого усиления не заметил. То есть могу предположить, что вот именно эта функция здесь либо не работает вообще, либо работает настолько слабо, что у меня роутеры мощнее. Что мои роутеры просто перекрывают и я не могу увидеть никакого эффекта. Поэтому как усилитель ее, конечно, рассматривать я не советую. А вот как умную розетку, которая умеет отключаться по таймеру, дистанционно, через любую сеть, из любой точки мира. И вот этот чеш-протектор. Функция, конечно, вообще замечательная. Так, ну я на этом с вами прощаюсь. Кому понравилась такая розетка, ссылочка на нее будет в описании. Розетка замечательная, я ее рекомендую. Она дешевле, чем все остальные аналоги и работы. Просто великолепно. Просто при настройке нужно понимать, что если вы что-то хотите сделать, нужно сначала ее обнулить, подключиться к ней, именно к ней смартфоном, ввести имя своей домашней сети, пароль от домашней сети, и тогда она сконфигурируется именно под вашу домашнюю сеть, и ей можно будет управлять через интернет. Все, всем пока, до новых встреч.